Всем привет! Вы на волнах Радио Алиф, а я продолжаю писать бортовой журнал Nissan Leaf 2013 года выпуска в комплектации SL. Сегодня очередной отчет за очередные 10 тысяч километров. Чаще всего автомобили с ДВС делают ТО раз в 10 тысяч километров, а я с таким же интервалом делаю отчет по расходам и сравниваю эти расходы со своей предыдущей Toyota Auris с бензиновым мотором 1.33 литра. Ссылка на предыдущее сравнение вверху. Также если интересна статистика и история моего Nissan Leaf, следите за текстом на экране, ставьте на паузу и изучайте. Смотрите предыдущие выпуски по темам, которые вам интересны, ссылка на плейлист вверху. Следите за ссылками вверху и переходите на плейлисты о моем опыте эксплуатации электровелосипедов, электроскутеров, электросамокатов, моноколес. Пишите в комментариях свое мнение или задавайте вопрос. К слову, я читаю все комментарии и в первые дни после публикации стараюсь ответить на каждый из них. Ну и если вам в принципе интересен электротранспорт, тогда прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну что, подписались? Тогда поехали. Итак, в этом видео поговорим о неисправностях и техобслуживании Nissan Leaf за 50 тысяч километров в сравнении с расходами с моей предыдущей Toyota Auris. Как всегда по неисправностям поговорим отдельно, а по ТО учитывать будем только то, в чем различаются электромобили с автомобилями с ДВС. Напомню, что в сравнении я учитываю тормозные колодки и шины. В первых сравнениях я не учитывал колодки и шины, потому что это расходники как для электромобилей, так и для авто с ДВС. Но меня просят учитывать эти позиции ввиду того, что износ по этим позициям у электро и в авто с ДВС разный. И порой разно существенно. И, соответственно, в электромобиле этим позициям нужно меньше внимания и меньше денег. В электромобиле, как вы знаете, основное замедление идет за счет рекуперации, а тормозные колодки лишь дотормаживают электромобиль до полной остановки на минимальных скоростях. И, как результат, за 50 тысяч километров в Nissan Leaf визуально я не вижу износ колодок. В любом другом авто за такой пробег передней колодки пришлось бы уже заменить. Ну или неизбежно накладки бы потеряли несколько миллиметров своей толщины, и это было бы видно невооруженным взглядом. Без всякого рода диагностик и замеров. Шины тоже. В электромобилях, в гибридах, шины из специального состава, резина с низким сопротивлением к качению. И, как результат, вот не новые шины на моей машине, которые пришли из Америки вместе с автомобилем, я проехал на них 50 тысяч километров. И вот визуально уже виден износ, а еще в прошлом видео на сравнении 40 тысяч он был не такой ярко выраженный. Вот только сейчас на ламелях начали пропадать некоторые штришки, полоски, но до индикаторов еще далеко. Посмотрим, сколько они пройдут в итоге. Итак, сравниваем электромобиль Nissan Leaf 2013 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров, с Toyota Auris 2009 года с бензиновым двигателем 1.33 литра с условно таким же пробегом. И вот, кстати, пробег в Leaf уже 170 тысяч километров, машине 9 лет. Когда я покупал электромобиль почти два года назад, многие мне говорили, что 5-7 лет и пробег в 100 тысяч километров для электромобиля это приговор. Если не для самой машины, то для батарейки точно. И что я могу сказать, на данный момент железо и механика конкретно в Leaf на высоте. Машина из Калифорнии без всякого рода антикоррозионной защиты и подкрылок достойно пережила наши две зимы. Последнюю зиму солили особенно хорошо. Вот считай сентябрь на дворе, а с ковриков так и не отмылась закоревшая соль ни в Матизе, ни в Leafе. В этом году снегоуборочных машин в нашем городе я, по-моему, даже и не видел. Дворы чистили плохо или совсем не чистили, и в городе некоторые дворы к январю напоминали бобслейные трассы. А на основные центральные улицы просто выезжали посыпалки и высыпали тонны соли. Соли агрессивные настолько, что за ночь тормозные диски оксидировали так, как будто бы машина стояла полгода в морском порту. При этом посмотрите, сам кузов, кромки дверей, пороги, колесные арки, элементы подвески без намека на ржавчину. В любом случае, подкрылки все же стоило бы, наверное, поставить хотя бы ради шумоизоляции, и антикор стоило бы сделать, чтобы в наших условиях исключить коррозию как можно дольше. Но сейчас не об этом. Итак, за 50 тысяч километров Nissan Leaf относительно Toyota Auris со средним расходом 7,5 литров на 100 километров не сжег 3750 литров топлива. Это такой маленький бензовоз несожженного топлива. Следующая цель, как я уже говорил в предыдущем видео, бензовоз на 10 тысяч литров. И сегодня по актуальным ценам 3750 литров у нас в Беларуси стоили бы 9 225 рублей, или 3548 долларов. В то время как при среднем расходе 21 киловатт-час на 100 километров, Leaf за 50 тысяч километров потребил 10 500 киловатт-час. Электроэнергия у нас подорожала два раза с 11 копеек до 13. Считаем по средним 12 копеекам, и это 1260 рублей, или 484 доллара. Бензин тоже посчитаем по средней цене. За полтора года цена выросла с 71 цента до 94 центов. Средняя получается в районе 83 центов. 3750 умножаем на 0,83 и получаем 3 112 долларов за бензин. Отнимаем 484 доллара за электроэнергию и получаем 2628 долларов. Таким образом, только в разнице расходов на топливо и энергию, Leaf выигрывает у Auris 2628 долларов. Электроэнергия, как я сказал выше, у нас дорожала по одной копейке в год с 11 до 13 копеек за ночной тариф. Это примерно 5 американских центов за киловатт-час. На общественных зарядках в городе электроэнергия дорожала за 2 года лишь однажды. Недавно цена поднялась с 29 до 35 копеек, и это 13 центов за переменный ток, и с 39 до 45 копеек, и это 17 центов за постоянный ток. В то время как с продажи Toyota Auris в 2020 году бензин у нас регулярно дорожал сначала на 1 копейку почти каждую неделю, а в этом году почти каждую неделю бензин и дизель прибавляют по 2 копейки. И как результат цена бензина за почти 2 года выросла на 68 копеек. Сегодня 95-й бензин стоит 94 американских цента за литр, 98-й стоит уже больше доллара за литр. LPG-газ тоже регулярно дорожает, и сегодня стоит рубль 31 копейку, или 51 американский цент за 1 литр. То есть на каждые 100 километров пробега Auris нужно потратить на топливо 7 долларов 9 центов, а влив 100 километров обходится меньше 1 доллара. И вот что интересно, эти почти 2 года я по сути не плачу за электроэнергию ничего, я езжу только на дельте от подорожания топлива. А сейчас дельта составляет 68 копеек. То есть умножаем 7,5 литра на 68 копеек и получаем 5 рублей 1 копейку. На 5 рублей 1 копейку я могу купить 39 киловатт-час. То есть по сути могу на этой дельте проехать 200 километров. Едем дальше, это были расходы на энергию, давайте посчитаем расходы на обслуживание. Итак, машины прошли по 50 тысяч километров, в Тойоте уже была шестая замена масла, первая замена была, когда я получил машину, и потом я менял масло каждые 10 тысяч километров. В моторе 1,33 литра масла нужно немного, всего 3-4 литра, но масло с редкой для нашей местности вязкостью 0,20 и специфическими допусками. Стоит оно недешево, в среднем на замену получалось 50 долларов за масло. Но весной 22 года масло серьезно подорожало. Эту замену будем считать уже по 70 долларов. Дальше считаем фильтры. Фильтры я считаю по минимуму, все 3 фильтра по 5 долларов. Итого, 5 замен по 50 долларов, это 250 долларов, и одна замена 70 долларов. И 6 фильтров по 5 долларов, плюс 6 воздушных фильтров, тоже по минимуму по 5 долларов. Ну и 2 топливных фильтра, которые я меняю каждые 20-30 тысяч. Этого на масло 320, фильтра 30, 30 и 10. За все 390 долларов. Далее в Тойоте считаем еще замену свечей. Мотор требовательный в этом плане, свечи должны быть иридивые. Считаем по минимуму за нойнейм по 20 долларов за штуку, еще 80 долларов за свечи. Также мы меняли тормозные колодки 25 долларов за комплект. Итого со свечами, маслами, с фильтрами, колодками. За 50 тысяч километров Тойота потребовала 495 долларов. В этом сравнении уже учитываем 4 шины для Аурис, которые стоили 280 долларов. К слову, у нас шины как-то не сильно хорошо ходят. Российские, именитые, корейские, или вот уже пару комплектов китайских я скатал на других машинах. И мало какие выхаживают по нашим дорогам 50-60 тысяч. Если по протектору на них можно было бы еще и ездить, то каркас в некоторых начинает сыпаться. Трещины, булки, корт вылазит. Поэтому те шины, которые сейчас стоят на лифт, удивляют. Известно, сколько они прошли в Америке. Но то, что они продержали здесь уже 50 тысяч, это, конечно, восхищает. Посмотрим, на что они в итоге способны. Самому уже интересно, сколько они проедут. Но вернемся к расчетам. Итого, только за ТО за 2 года и 50 тысяч километров Аурис потребовал 775 долларов. Творники, салонные фильтраторы, мыдную жидкость, антифриз и прочее учитывать не будем. Считаем только то, в чем машины по ТО расходятся. А эти технические жидкости и расходники в электро и в авто с ДВС служат примерно одинаково и меняются примерно в те же сроки, на тех же пробегах. Хотя, наверное, стоило бы учитывать все. Антифриза в лифе по объему меньше. Лиф перед выездом зимой прогревается. Я даже заметил, что щетки изнашиваются меньше. Менять их нужно реже, потому что тут они стекло, особенно зимой. Реже и трут уже растаявшую воду, а не абразивный лед и леиний. В Аурис щетки менялись как минимум раз в полгода. В лиф правая щетка ездит уже скоро два года, левая менялась только один раз. И вполне хорошо чистит, но перед этой зимой я ее все же заменю. Далее, ТО в лиф. В лиф было две замены масла в редукторе, объем там примерно полтора литра. Масло меняется на пробеге 30 тысяч километров. Первый раз я поменял, когда получил машину, и второй раз, соответственно, когда проехал 30 тысяч километров. И, к слову, наверное, больше так часто менять масло не буду. Через 30 тысяч километров сливается чистое масло, на магнитах стружки нет. Масло не испытывает термических нагрузок. И в мануале к автомобилю написано проверять масло каждые 30 тысяч километров, а не менять его. Эта операция прописана до 120 тысяч миль. А это наших 193 тысяч километров. Когда я первый раз менял масло, пробег был 120 тысяч километров. На магнитах была стружка, масло было черное. И в замене смысл был. После 30 тысяч километров смысла не вижу. В следующий раз проверю масло через 60 тысяч километров. Посмотрю на состояние. Больше для интереса, чем для замены, я уверен, оно будет чистым. Посмотрим. Итак, две замены масла было. Также менял два салонных фильтра, которые мы не учитываем. Масло тогда еще стоило 10 долларов за литр. Итого на замену 30 долларов. Я купил 4-х литровую канистру, потратил 40 долларов. Литр остался. И, к слову, сейчас таких цен уже нет. Масло стоит 20-25 долларов за литр. Я даже знаю, что сейчас парни из Польши возят масло на замену. Там оно по-прежнему в районе 10 долларов за литр. Но не суть. К маслу я вернусь еще не скоро. Таким образом, Nissan на 50 тысяч километров потребовалось 3 литра масла или 40 долларов на ТО. Все работы я делал сам. Если кто-то делает ТО на станции технического обслуживания, тогда нужно добавить еще стоимость работ по замене масла и фильтров. Итак, ТО за 50 тысяч километров в Ауэре стоило 775 долларов. В ЛИФ 40 долларов. И Дельта составила 735 долларов. Дельта в разнице расходов на топливо и ТО составила 3363 долларов в пользу ЛИФ. Что неплохо. Сейчас посчитаем еще неисправности. В ЛИФ было два сбоя. В прошлых сравнениях я о них говорил. Оба были связаны с зарядкой. И к машине относится косвенное. Меня бы эти проблемы не обездвижили. Я бы зарядился в городе. Но раз зарядка неотъемлемая часть электромобиля, я считаю эти неисправности. Итак, первая проблема это сгоревший автомат. Он стоил 2 доллара. Вторая неисправность это сбой при зарядке из-за плохого контакта. Машина сигнализировала частым прерывистым сигналом, сопровождая сигнал миганием зарядных ламп. Это говорит о том, что на каком-то из штекеров нет контакта. В моем случае в вилке я подогнул контакты и смазал их токопроводящей смазкой. И проблема больше не возвращалась. Также контакта может не быть из-за влаги. И тогда достаточно просушить порт или вилку обычным феном. Еще была одна неисправность. Это опорные подшипники. К сожалению, оригинальных я не нашел. Поставил вот эти от Nissan Micro. Цена подшипников 24 доллара. Цена пыльников-отбойников 13 долларов. За все 37 долларов. Плюс 2 доллара на автомат. И все ремонты на 50 тысяч километров для Nissan Leaf стоили 39 долларов. Далее считаем Toyota Auris. И Toyota исключительно надежна. У нас в семье есть еще одна Toyota. И такое ощущение, что эти машины просто не ломаются. Электрика, двигатель, коробка, ходовая часть. Все в прекрасном техническом состоянии. Кстати, не очень удачный автомобиль для сравнения. Лучше бы я взял Matisse. Там уже и подвеска ремонтировалась. И лямбда-зонд менялся. Задний сальник коленвала менял. Коробку снимал. То есть работ было существенно больше. И было бы, конечно, интереснее. А про Auris нечего рассказывать. Примерно через год или два после начала эксплуатации начали подклинивать задние тормозные суппорта. Я сделал профилактику. Разработал суппорта. Заменил колодки. Ну и можно считать это как единственный ремонт. 25 долларов за комплект задних тормозных колодок. Итак, считаем все в целом за 50 тысяч километров. Топливая энергия 2628 долларов в пользу Leaf. ТО 735 долларов в пользу Leaf. Ремонт 14 долларов в пользу Toyota. Итого разница в расходах 3349 долларов в пользу Leaf. И с этого видео введем новую строку сравнения. Стоимость владения. И для Toyota и для Leaf возьмем изначально одинаковую стоимость при покупке в 7 тысяч долларов. И будем прибавлять к этой стоимости для обоих машин все те расходы, которые мы считаем в видео. Таким образом, Leaf на данном этапе потратил 7 тысяч долларов плюс 484 доллара за энергию, плюс 40 долларов за масло. 39 долларов за ремонт. Итого за все за почти 2 года и 50 тысяч километров 7 тысяч 563 доллара. Аурис 7 тысяч долларов плюс 3 тысячи 112 долларов топлива плюс 775 долларов в ТО. 25 долларов за ремонт задних суппортов. Итого за все 10 тысяч 912 долларов. Отнимаем 7563 доллара стоимость владения Leaf. И получаем тех же 3349 долларов, которые мы получили изначально. И согласитесь, впечатляет. Аурис с покупкой с топливом и ТО куплены за 7 тысяч долларов. Через 2 года в целом стоит уже почти 11 тысяч долларов. А Leaf куплены за те же деньги в то же время и с тем же пробегом обходятся пока лишь в 7560 долларов. Понятно, что при замене батареи или при продаже машин выгода от электромобиля может быть и не такой впечатляющей. Но не факт, что батарею придется менять. И непонятно, как все служится при продаже. Живем здесь и сейчас, а когда наступит то или другое, тогда и посчитаем. В этом месте я лишь напомню, что до весны 2022 года новая батарея из Китая для Leaf на 24 киловатта стоила 3800 долларов. ПУшная с хорошим сох или перепакованная стоила примерно 2500-3000 долларов. К сожалению, сейчас таких предложений нет. И как скоро мы вернемся хотя бы в то же состояние, непонятно. Но даже если не учитывать стоимость батареи, видно, что даже с относительно небольшими пробегами в год по 20-30 тысяч километров за 2 года разница в расходах на топливо ИТО существенная. И даже если придется заменить батарею, то в любом случае новую батарею оплатит новый покупатель. Машина с плохой батареей или вообще без батареи у нас стоит примерно 6000 долларов. С хорошей батареей уже 10 и выше. С весны 2022 года машины уверенно дорожают. Кроме того, свою старую батарею можно продать в зависимости от состояния. Она уйдет от 300 до 1000 долларов. То есть вы меняете батарею, а деньги в любом случае вам возвращаются при продаже машины. В авто с ДВС так не получится. Тойота 2013 года как стоила, допустим, в среднем 11 тысяч долларов, так и стоит. Без учета того, меняли вы в ней мотор или не меняли, и не важно, сколько стоила замена или ремонт двигателя. Цены эта машина много не добавит, если вообще добавит. И вот на этой оптимистичной ноте я закончу. Едем дальше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно пишите, как вы относитесь к электротранспорту. А если электротранспорт у вас уже есть, пишите свою статистику. Сколько лет он у вас, сколько километров проехали. А также напишите, вернулись ли вы к бензиновым скутерам или автомобилям. Все, всем удачи и хорошего настроения. Пока.